Четверть века человеку Привет, красотки! Сегодня 4 сентября, а значит я праздную свой 25-й день рождения И так как вы моя виртуальная семья, а со своей семьей я всегда праздную день рождения Я решила праздновать в таком формате, в видеоформате Я хочу поделиться с вами своими ошибками к 25 годам, своими уроками жизни Вообще день рождения для меня это такое знаковое событие Не просто потому что праздник, можно собрать друзей и близких, получить подарки Это тоже очень приятно Но потому что это некий такой отчет в жизни У меня два таких знаковых события в году Это Новый год и день рождения И если честно, день рождения мне даже в этом плане больше нравится Потому что он как будто все-таки мой больше праздник, личный Мы очень часто на свою жизнь смотрим будто под лупой каждый день Происходят какие-то события, мы в них варимся У нас какие-то есть задачи, работы, дела И мы в них погружаемся настолько, что становимся частью всего этого И очень здорово время от времени, не обязательно в день рождения, не обязательно в Новый год Взять и вот так наоборот отдалить от себя, от своих глаз, от своего восприятия, свою же жизнь И посмотреть на нее издалека Посмотреть в целом, куда ты идешь, насколько долгосрочно твоя дорога Какие-то закономерности найти, какие-то ошибки выявить Что-то убрать, понять то, что оно вообще лишнее в твоей жизни Просто ты делаешь это, потому что надо делать, потому что каждый день делал до этого Поэтому предлагаю не тянуть, сразу начать И на первое место я поставила делать то, что нормально То, что принято обществом некой нормой, неким правилом В какой-то момент ты понимаешь, что это только твоя жизнь Она уникальна, как и у каждого человека на этой земле И пытаться подстроиться под некую норму, под некие нормы, коих множество вообще Как-то угнетающе, да и скучно И не свою жизнь ты вовсе живешь, когда делаешь так, как нормально для кого-то Мне кажется, впервые с некими нормами человек сталкивается еще в детском саду Когда ему рассказывают, как принято, что у нас подумают, а как делают другие детки Вот эти вот все сравнения, все эти моменты, они приводят к тому, что ты понимаешь, что ты всегда какой-то не такой Тебе всегда, чтобы быть нормальным, нужно вот что-то еще в себе изменить На самом деле мы таким образом искореняем свою индивидуальность полностью И больше доверяем не себе и своим внутренним ощущениям, своим внутренним желаниям А каким-то установкам извне И этому на самом деле надо учиться и учиться, мне кажется, всю жизнь обратному, я имею в виду Чтобы прислушиваться к себе, чтобы себе задавать вопросы А как мне в этом, а как я себя чувствую, а чего я хочу Вторая ошибка это стараться спасти кого-то Стараться научить кого-то жить так, как ты понял, жить надо Чаще всего такое происходит на самом деле из хороших каких-то побуждений, конечно же Ты смотришь, например, на свое окружение, на своих близких и ты реально понимаешь Блин, ребята, вот же ключ, я нашел, я понял, ты книгу какую-то прочитал или вдохновляющий опыт получил Ты пытаешься впихнуть всю эту информацию во всех людей, которые рядом с тобой Потому что ты понимаешь, что после этого их жизнь тоже изменится И как бы, ребят, ну это же очевидно, давайте делайте так Но так не работает, хорошо это или плохо Я думаю, что хорошо Потому что спасение утопающих дело рук самих утопающих Если не было исходящего запроса к тебе, который звучит прямо Ну, то есть вы его не пропустите Саша, например А как ты думаешь, как мне поступить? Или вот у меня такая-то в жизни И не просто послушай, да, меня сейчас, послушай мою историю А как ты думаешь, как мне из этого вылезти, вот что бы ты сделала? Вот это реально заявление о помощи Заявление о том, что человек готов принимать информацию А когда это происходит так, что к тебе никто не обращался Но ты такой, я знаю, вот тебе надо это, это, это изменить И тогда все в твоей жизни будет классно Настолько отторжение к этому человеку происходит Потому что хочется делать строго наоборот Нам вообще не нравится, когда нам указывают в чем-то Особенно если ты понимаешь, что в этом реально есть правда какая-то На самом деле, именно таким образом происходит естественный отбор в круге общения И это вполне нормально Потому что мы все находимся на разных этапах развития Если, например, вам было комфортно проводить время в вашей компании друзей С которыми вы там со школы общаетесь, дружите В какой-то момент вы понимаете Так, мы проводим время в основном за обсуждением других Не в очень хорошем свете, за алкоголем В общем, как-то мне непонятно, уже и не надо так время проводить Но люди-то вам эти близкие остались Это ваши друзья, это ваши хорошие товарищи И вы мало-помалу начинаете их оттуда доставать Например, вместо того, чтобы обсуждать кого-то, взять и предложить на столку поиграть Какую-нибудь стратегическую Что-то вместе приготовить или пойти в какой-нибудь поход И вот вы начинаете это все предлагать А ваши друзья на вас так смотрят Че с тобой не так? Они еще больше хотят закопаться туда Ну, не готовы пока люди И тут некоторое время ты такой от одного берега к другому Так, вроде бы я не хочу себя обманывать Мне это больше не интересно Но вроде бы это мои друзья, они классные Но так бывает И так происходит естественный отбор Естественный отбор в круге вашего общения И если первое время будет казаться, что Боже, да где же я найду еще там хороших друзей Мне уже 20+, где вообще сейчас находят друзей Они обязательно найдутся Обязательно найдутся по вашим новым интересам Если люди подтянутся, круто Если люди не подтянутся, значит они пока не готовы Следующая ошибка, которую я для себя отметила Это ставить себе цель И не наслаждаться процессом ее достижения Не наслаждаться этим самым путем Собственно, настоящим получается Собственно, своей жизнью, которая происходит сейчас Потому что цель, она где-то в будущем Вообще такая у меня штука произошла Когда, по-моему, я сходила на какой-то тренинг По целеполаганию, по улучшению твоей жизни Все такое На самом деле там хорошие вещи говорили Просто мой мозг, видимо, принял это не совсем так Про целеполагание как раз таки Что важно поставить цель И постоянно фокусироваться на ней Держать ее в своей голове А не просто закинуть в дальний ящик Но при этом, видимо, я упустила тот момент Что тебе нужно продолжать жить и наслаждаться тем Что ты делаешь по истечению вот этого периода Пока ты не достигнешь этой цели Может вообще, кстати, не достигнешь Неужели только жить в будущем все время получается Это я ни в коем случае не про то, что цели ставить плохо А про то, что баланс должен быть здесь И моя, видимо, ошибка была в том, что цель была какая-то глобальная И я ее не раздробила на какие-то маленькие кусочки Чтобы понимать каждый день, что я делаю по направлению к ней Я просто в целом смотрела на нее А я была здесь И как бы все время вот эта разница происходила Ё-моё, там еще до Китая И в итоге наслаждение от жизни просто исчезает Следующая очень наивная моя ошибка Это думать, что поступая в университет Я на 100% определяю то, чем буду заниматься всю дальнейшую жизнь Примерно 99% окружения моего подтверждают обратное абсолютно А именно то, что они находили себя и то, что им нравится после университета Пробуя себя в чем-то, опираясь на этот опыт Где-то обучаясь, где-то работая, что-то делая, что-то видя в этой жизни И нащупывая маленькими шажками, а где им классно И где им можно задержаться на подольше Мы живем в уникальное время возможностей, когда фактически каждый может стать тем, кем он хочет Могла ли я подумать, 7 лет назад, поступая на факультет международных отношений Что сейчас я буду обучаться на йога-тичера Кайфовать невероятно от этого выбора и от этой деятельности Конечно, нет Более того, я еще не знаю, чем я буду заниматься через 10-15 лет Сейчас совершенно не обязательно обучаться 4-6 лет Для того, чтобы понять, интересна тебе эта сфера или нет Например, в онлайн-школе дизайна Contented, о которой я вам уже рассказывала Можно пройти обучение с нуля, при этом находясь абсолютно в любой точке мира Я хочу вам поподробнее рассказать про их курс Графический дизайн с нуля до про Графический дизайнер – это специалист, который создает любой визуальный контент для брендов Логотипы, рекламные баннеры, сайты, афиши Сам курс, конечно же, не маленький, длится 20 месяцев Что в целом и позволяет познакомиться с профессией как можно ближе И главное – получить практику Потому что самое главное на рынке – это навыки и портфолио За это время учащиеся делают более 18 работ А также для студентов проводятся конкурсы с целью научить их работать по брифам Среди преподавателей курса – арт-директора, топовые специалисты IT-компаний А уже после обучения вы сможете получить графу в резюме с опытом Потому что во время обучения проходит стажировка в креативном агентстве RedKids Кстати, ради интереса можете посмотреть, какие средние зарплаты у дизайнеров Сентябрь – это время учебы Не упустите возможность освоить новую профессию вместе с контентом Переходите по QR-коду, либо по ссылке в описании А по промокоду PASNOVA получаете 45% скидку на обучение Ну а мы с вами переходим к следующему уроку жизни И звучит он следующим образом Не очаровывайся, чтобы не разочаровываться Татуировку с этой фразой надо набить себе Потому что это, наверное, одно из самых сложных, что следует притворить в свою жизнь Просто позамечайте за собой У нас ведь на все есть ожидания Вот просто на все Вплоть до сегодняшнего дня Я шла на съемку, я представляла, что вот будет так, вот так, вот так И в моих сценариях все самым лучшим образом обычно происходит И даже сегодня, кстати, произошло вот это разочарование Потому что пришла я на студию, а здесь дико жарко У нас просто последние дни августа какие-то 29-30 градусов И здесь нет кондиционера Это печально, потому что я ненавижу жару Я ненавижу ощущение, когда мне нечего себя снять, чтобы стало прохладнее Именно поэтому вы можете наблюдать развеивание моих волос периодически Потому что напротив меня стоит вентилятор И больше, ну, ничего я не могла придумать здесь И когда раз, два, три вот такие вот ситуации происходят Ты становишься менее счастливым А такого фига, можно спросить, ты вообще имел какие-то ожидания Конечно, вообще без ожидания невозможно жить Типа, как бы я шла сюда, не понимая, что здесь будет Но, наверное, просто без такой сильной эмоциональной составляющей Я стараюсь сразу же убрать фокус внимания на что-то другое На то, что здесь есть хорошо Например, наше восхождение на вулкан на Камчатке В последний день, который должен стать, вообще-то, был вишенкой на торте Всего нашего путешествия Потому что там просто невероятная картинка открывается Когда ты поднимаешься на этот вулкан Погода была идеальная Самая лучшая для того, чтобы в целом увидеть ясный вулкан Но вот по факту мы поднимаемся, поднимаемся И облако настолько огромное, что оно просто село на вулкан И оно не уходило То есть там был такой сильный ветер, такие сильные порывы Что мы даже надеялись, что ветром снесет это облако рано или поздно И картинка обновится, потому что на Камчатке это вполне нормальная история За полчаса поменялась погода так, что, о, уже солнышко светит Но мы идем, идем, и это облако, оно просто еще гуще и гуще И чем выше ты поднимаешься, ты идешь прямо в это облако Тем сильнее тебя сносит, там прямо дикая холодрыга начинается И как итог, ты получаешь не красивущие кадры кратера с озером, который ты должен был увидеть И невероятный вид оттуда на все остальные вулканы А ты видишь облако, ты видишь облако И вот в этот момент, если у тебя были ожидания Конечно же у нас были ожидания, мы видели эти фотографии Мы знали, на что мы идем Мы такие, и сразу в голове вертится День на смарку, а могли мы вообще-то пойти туда и кайфануть Последний день, ну как же так И вот подумать только, сам себе это взял и испортил восприятие от увиденного Потому что у тебя были определенные ожидания Если бы мы шли просто кайфуя от процесса То мы бы сконцентрировались на другом в этот момент Но, собственно, мы это и сделали Просто немного паныли сначала И гид нам на самом деле тоже очень помог в этом плане Потому что он с этим сталкивался очень много раз Когда ты поднимаешься на вулкан, а он сегодня тебе не открывается Так как для Камчатки это нормальная, реальная история Там уже вообще все без ожидания, видимо, поднимаются Они просто такие, ну блин, посмотрим Мы просто посмотрим, мы просто идем И вот круто в этот момент просто фокус Хотя бы постараться поменять на что-то другое Вообще-то мы круто провели время Мы вместе все поднимались, болтали, обсуждали что-то Видели разные травушки, муравушки, цветочки Такая хорошая кардиотренировка, там 15 тысяч шагов ты идешь вверх Если бы не было вот этого ожидания, то не было разочарования Следующая ошибка Не соблюдать баланс работы и отдыха Думая, что ты можешь жить на каких-то вечных батарейках И что отдых это что-то даже стыдное Было у меня такое время Мне было будто неловко за то, что я могу отдыхать и ничего не делать Вот даже слово бездельничать Сразу же какой-то такой негативный характер несет Типа ты бездельничаешь, сидишь без дела То есть что у тебя всегда должно быть дело Это на самом деле интересно замечать за собой И попытаться вспомнить или провести цепочку А откуда вообще рождается это чувство вины Что ты можешь отдохнуть То есть получается, что мне комфортно тогда, когда у меня много дел Когда я успешная, продуктивная, классная Потому что что будет, если я буду другой? Меня будет меньше любить? Я буду сама себя меньше любить? И так прекрасно, что наша психика устроена так Что иногда даже достаточно просто заметить вот этот триггер И ты в целом уже на пути к исправлению его Потому что ты уже заметил, ты уже более осознанным в этом становишься И при повторении этой же истории в следующий раз Ты не уйдешь сразу в эмоцию чувства вины У тебя уже будет вот этот промежуток между случившимся Ну, например, отсутствием энергии И твоей реакции чувства вины И здесь, в этом моменте, в этом промежутке ты можешь такой О, я могу выбирать свою эмоцию, я могу выбирать свое чувство Я могу расслабиться, потому что, блин, я человек И вообще отдыхать это нормально Йога, кстати, учит этому круто В каждой практике есть шавасана Шавасана – это поза трупа, поза мертвого человека Она длится 10% от практики Неважно, какая была твоя практика Суперспокойная, какая-то лайтовая, на растяжечку Или мощная, силовая Ты должен потратить эти 10% на отдых Поза мертвого человека – это значит, ты лежишь без движения Просто с закрытыми глазами и погружаешься в свое тело И так было круто заметить за собой Когда я пару раз занималась дома Я могла сделать практику и такая Ну, ладно, шавасана Типа, я и так не устала в целом Вот Даже в этом проскользнуло мое желание уйти от отдыха Потому что вот это вот Я же не устала еще сильно Почему нужно ждать того, чтобы ты полностью разрядился В общем, интересно Я сейчас не пропускаю шавасану Даже если я не устала, это просто время По сути, медитация Побыть наедине с собой Почувствовать изменения в теле Интересно, что именно йога меня натолкнула на такие мысли Вообще относительно своей жизни И моему подходу к отдыху и работе Следующая моя ошибка Это думать, что не знать чего-то Это типа стремно Неловко, плохо Мне сразу же вспоминаются времена университета Когда много раз было такое Что в классе, в аудитории Я чувствовала, что я, короче, что-то не догоняю То есть прям люди реально умнее меня Лучше меня разбираются в чем-то И в этот момент я могла даже Кивнуть в нужный момент Дать понять, что я в этом разбираюсь То есть мне было просто стремно Признаться, что я не понимаю вообще, о чем речь Я не понимаю, о чем говорите вы, ребята Я это там не читала, не проходила, не изучала Хотя в этом абсолютно ничего стремного нет Стремно не хотеть узнать А не знать что-то, это вполне нормально Столько всего в нашем мире Даже вот так хочется показать Вот так хочется показать Столько информации, столько всего Что ну невозможно все знать Более того, 100% у меня в моей жизни Были темы, сферы, в которых я могла говорить бесконечно И я разбиралась лучше, чем эти ребята Но почему-то в этот момент мне казалось Что все, я просто ничтожество от того Что я что-то в этом не понимаю Это странно Сейчас мне вообще не стремно сказать Что я чего-то не понимаю Я просто поняла, что всегда найдутся люди Которые умнее тебя, красивее тебя Успешнее тебя, богаче Худее, толще Кому короче что, вот не хватает Просто расслабьтесь от одной мысли Что всегда есть люди Лучше, да? Но это вот слово лучше Типа мы даже ни на каком конкурсе не представлены Чтобы сравнивать друг с другом И вообще я сейчас понимаю, что разбираться во всех темах Это же проклятие какое-то Это значит, ты во всех темах очень поверхностно Сразу вспоминается Шерлок Холмс, помните, когда говорил Что я не набиваю свой чердак Имеет в виду мозг, голову Ненужным для меня То есть он мог разбираться очень круто В каких-то тонких моментах Которые полезны и важны ему Но не знать основы там географии Или того, как устроена вообще планета Он говорит, да какая разница Я хожу по этой земле И хожу, какая мне разница Что вокруг чего вертится Но при этом он был невероятный гений В том, в чем он разбирался Следующая моя ошибка Которая мне еще работать и работать Всю жизнь, наверное Это пытаться контролировать все в моей жизни Иногда упуская моменты спонтанности И прелести спонтанности Вообще в этом пункте стоит сказать Что я как люблю эту черту у себя Так и немножечко пытаюсь ее минимизировать в жизни Просто чтобы был баланс То есть это не ошибка в целом Ставить планы какие-то на день, неделю, месяц, год Я люблю всем этим заниматься Мне это нравится И это приносит офигенные плоды То есть все это я бы ни в коем случае не хотела искоренять Наоборот, это моя сила, я бы сказала Но когда это превращается в ту матч историю Когда ты уже пытаешься контролировать прям все, что происходит в жизни Не давая шанса случиться тому, что должно случиться Это уже чуть-чуть, знаете, про недоверие к жизни в целом Следующая ошибка это думать, что я имею право судить хоть кого-то Не побывав в его шкуре Такое за мной уже сейчас очень редко прослеживается, если честно Но раньше прям норма была Подумать, а почему там человек мог так сделать Например, почему он не сделал так Классная фраза есть Не суди и не судимым будешь На самом деле в ней столько смысла Если ты не хочешь зависеть от мнения других о том, что о тебя подумают Переверните эту ситуацию на себя И перестаньте делать как раз таки то, что вы думаете будут делать люди с вами То есть перестаньте вы первые судить кого-либо Нет смысла даже выявлять, кто прав, кто виноват Или как кто мог поступить Потому что вы, проживая только свою жизнь, можете поступать только так, как вы поступаете Вы не знаете, какая череда событий была у того или иного человека, чтобы он поступил именно так И поэтому это вообще все бессмысленно, если так подумать Просто на это даже времени не надо тратить Следующая моя ошибка это думать, что чтобы что-то сделать, чем-то начать заниматься Мне обязательно нужно что-то Типа мне чего-то обязательно не хватает И здесь можно вставить любое слово Еще немного опыта, еще денег, еще каких-то обстоятельств Короче говоря, перфекционизм вот этот вот убогий Который мешает тебе уже начать Просто уже сделать хоть как-то, чем вообще никак Вы слышали, наверное, про синдром самозванца Когда человек сам не позволяет себе что-то сделать, что-то сказать, что-то начать Потому что кажется ему, что он недостаточно в этом разбирается При том, что абсолютно неважно, на какой стадии этот видео находится Может быть, он реально прошел уже миллион курсов, обучения какого-то У него много опыта, но ему все время вот не хватает уверенности в себе, что он готов Если коротко сказать об этом пункте К черту теорию, главная практика Только на практике, только делая что-то Тысячу раз ошибаясь, падая, вставая снова Ты можешь понять, нравится тебе это или нет И здесь я себе очень благодарна 17-летней Которая как раз-таки не имея Да ничего фактически Все-таки начала вести блог Ставя камеру на стремянку Вставая против света Взламывая программу для монтажа И ночами разбираясь с ней Вместо того, чтобы спать, например Просто настолько горела Настолько хотелось Настолько понимала, что не смогу, если не сделаю Вот не смогу иначе Это тот редкий случай, когда я сама себе в пример привожу себя в прошлом И если чего-то боюсь начать делать или мне неловко Я вспоминаю себя же более юную С меньшими гораздо возможностями И перед которой был огромный вообще мир неизведанного Я имею в виду YouTube Но которая просто не побоялась и начала маленькими шагами получать свой опыт Следующая моя ошибка звучит очень просто И многие, наверное, сейчас удивятся Потому что я об этом сняла очень много видео И в целом говорю об этом часто Не любить себя и пытаться что-то в себе изменить Не из любви к себе, не потому что тебе так это будет лучше А потому что нужно кому-то соответствовать Я прекрасно помню этот период, когда я подходила к зеркалу с утра самого И первым делом я пыталась найти какие-то недостатки Типа что можно было бы сделать, чтобы было норм Ну уж наконец-то, чтобы нормально-то было Это вообще забавно, конечно, как я из этого вышла Я не понимала психологическая составляющая здесь Я не понимала, с чем это могло быть связано Что это за комплексы Что на что повлияло Кому я пытаюсь соответствовать там в школе или где Но я просто в какой-то момент поняла, что А возьму-ка я и буду каждое утро подходить в зеркало и говорить Ты красивая И просто я делала эту практику из раза в раз Изо дня в день И как-то все само собой наладилось Но, конечно, сейчас я уже понимаю, что в этот момент я просто Уводила свой фокус с того, что мне хочется изменить На то, что я в себе люблю Куча девушек, которые потрясающе выглядят И со стороны кажется, боже, какая красотка Наверное, она кайфует от самой себя Но они плачут в подушку, потому что ненавидят себя И главное, находят за что? Находят И завершу я весь свой философский монолог уроком этого года Вот максимально отражающий этот год Именно имею в виду год не моей жизни, наверное, а именно год 2022 Это привязываться хоть к чему-либо И иметь от этого зависимость Мне кажется, нам всем показали события этого года Что если хочешь оставаться здоровым Или вообще хотя бы адекватным? Давайте с этого начнем Психически адекватным Не надо ни к чему привязываться и думать, что все вечно Думать, что вообще что-то вечно Как бы это печально не звучало, это очень отрезвляет И помогает проживать потери и разного рода события Спокойнее и проще Потому что не было вот этой маниакальной привязки По сути, у нас есть только мы Вот, это моя привязка с самой собой И то, я не могу привязываться, например, к этому внешнему виду Я не знаю, что со мной произойдет через день-два Какое там событие И может быть, я так выглядеть уже больше не буду Это, знаете, такое маленькое осознание Но оно очень меняет многое Меняет твое отношение к случившимся потом событиям, вещам И помогает на самом деле жить больше в моменте То есть, как будто от безысходности мы к этому пришли Но уроки жизни, они на то и уроки Чтобы мы на все проблемы, на все какие-то падения, ошибки Мы на них смотрели именно как на урок Что мы можем из этого извлечь Что мы можем из этого вынести И с 2022 года я точно вынесла, что жить в моменте Это единственное безопасное и единственно важное получается, что у тебя есть Потому что ни будущего, ни прошлого не существует Так поговорила с вами, знаете, душевненько Напишите, пожалуйста, в комментариях Какой из пунктов вам откликнулся больше всего С чем вы согласны, с чем не согласны А у меня вообще-то день рождения Какой день рождения без тортика? Ну что, за ошибки и уроки Какой в жизни у меня будет еще великое множество? Четверть века человеку Я выключила вентилятор, чтобы не сдула свечку Здесь так жарко, оказывается Как хорошо, что есть вентилятор Потому что я бы сейчас была просто мокрая и злая Потому что когда жарко, я всегда злая Я вас обнимаю и благодарю за то, что вы у меня есть Увидимся совсем скоро Субтитры сделал DimaTorzok